Когда в жизни происходят трагические события, любой человек буквально критически нуждается в сочувствии, эмпатии, а иногда и помощи профессионалов. Ведь окружающие люди не всегда могут найти нужные слова в подобных ситуациях. Помочь могут только грамотные специалисты. Тверской хоспис Анастасия запускает проект «Преодолевая утрату». Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Тверской хоспис Анастасия – специализированное медико-социальное учреждение, в котором оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Создаются условия для жизни в атмосфере семьи, сочувствия и доброжелательности, помогающие облегчить последние часы жизни инкурабельным пациентам. Хоспис запускает новый проект под названием «Преодолевая утрату». Он направлен на оказание помощи жителям Твери, потерявшим своих близких от неизлечимой болезни. «Переживая утрату, как проект Тверского хосписа Анастасия, он адресован прежде всего к родственникам, близким пациентам, друзьям, те, кто столкнулись с переживанием, с горем. И мы попытаемся помочь людям не победить, но преодолеть этот сложный период». Начиная с 6 марта по средам для нуждающихся в поддержке в офисе хосписа будут проходить бесплатные занятия. В рамках проекта получить психологическую помощь смогут не менее 60 родственников палеотивных больных. Будет проведено 68 групповых занятий, не менее 60 индивидуальных консультаций и 44 встречи без куратора. «Проект мы реализуем при поддержке фонда президентских грантов. Это наш пятый поддержанный президентским грантами проект. Планируется проведение групповой психотерапии и групповой арт-терапии». Арт-терапия включает в себя песочную и сказкотерапию, а также изучение профильной литературы и просмотр фильмов под руководством специалиста. Все это направлено на восстановление психологического здоровья. Каждые 10 занятий будут набираться новые группы. Записаться может любой желающий, позвонив по телефону, указанному на сайте организации. Каждому человеку, переживающему горе, важно проработать свои эмоции и не бояться обратиться за помощью. Продолжение следует...